вы должны человека прокачать в двух направлениях то есть у нас нет узнать какого-то института специалистов по экспорту правильно нас они существуют поэтому понимаете то что в принципе вы либо где-то сходите человека либо вы будете выращивать а потом еще и уйдет скорее всего возможно поэтому два момента которые вам нужно прокачать первое это сам ваш продукт то есть он должен разбираться в том что он продает то есть нельзя просто для человека и посадить его и завтра сказать что ребят давайте продавать наше оборудование наших условно свечащихся оленей к примеру да или нашу шоколадку и говорите всем что наша шоколадка самая вкусная и самая красивая и это наше основное преимущество вы должны его прокачать с нескольких сторон то есть первое вы должны показать производство он должен понимать как это работает то есть человек должен полюбить то что он будет продает продавать это важно потому что если этот человек любит продавать трактор шоколадку и мороженое не разбираясь ни в чем из этого но это какой-то какой-то уникальный человек то есть постарайтесь вот того специалиста который будет этим заниматься влюбить ваш продукт это реально важно чтобы он понимал что он является знаете частью чего-то что он сам хочет расширять масштабировать продавать то есть вот этот человек он должен полюбить ваш продукт он должен ним разобраться нужно примерно понимать что ваш шоколадка делается из бобов которые привозятся из такой-то страны либо ваши условные там не знаю роботы какие-то делаются из компонентов которые разработаны каким-то там инженером то есть он должен понимать что он продает это первое и второе он должен понимать регион компетенции придут со временем то есть они не появятся мгновенно просто потому что человек условно знает испанский да мы взяли допустим сходим там скоро студента старой в латинской америки да и если говорить по-испански это не значит разбираться в рынке заметила частенько бывает такая ситуация когда приходит но ты же из вьетнама что не знаешь что ли вот про про вот это мы из россии мы все разве знаем нет конечно здесь нужно понимать то что любого человека нужно прокачать технически он должен полюбить продукт и он должен разбираться в этом рынке постепенно он не начнет разбираться в этом сразу но постепенно он должен это делать если нужно разобраться условно мы продаем объекта пример да ищем витами то есть человек должен разобраться кто местные производители во вьетнаме кто конкуренты по каким пошлином импортируются продукт какая структура ценообразование чтобы он приходил и делал предложение уже но реально грамотно они просто говорил что мне хороший продукт я самый классный как это часто бывает это не работает поэтому вы когда обучаете своего специалиста вы должны показать слабые сильные стороны это нормально иметь слабые стороны тоже нормально но вы должны понимать что эти слабые стороны условно говоря гарантия например на ваш продукт 10 лет против 30 но это неважно на самом деле но это вроде бы как ваша слабая сторона это реальный пример нашего клиента который производит угольные печи то есть мы себе записаны как слабую сторону причем когда она спрашивает по в чем у вас минусы у нас срок годности всего 10 лет 10 лет это больше чем нужно в этом а